Через полчаса детективы и Геннадий приплыли на остров и обнаружили там Ярослава Горского и Ваську. Парень тут ни при чем. Смотри, прелюдик сказал. Пойду посмотрю, может, где прибило. Сам не понимаю, как она отвязалась. Я попробовал вплавь через реку, а вода-то еще холодная. Меня так скрутило, что еле выбрался назад-то. А Васька вот теперь мне лечит. Молодец. Да, а мне кажется, лодка не случайно отвязалась и уплыла. Ярослав Андреевич, а чья идея была поехать на рыбалку? Да мальчишки меня упросили. Правда, я сам им обещал. Ну, Дениска в последний момент отказался. Сказал, что мать может приехать, будет волноваться, где они. А мы вот с Васькой благополучно добрались до острова, порыбачили. А ночью Васька отвязал лодку, и она уплыла. Так, Вась? Да стой! Куда ты с острова денешься? Я ничего не делала, она сама отвязалась. А вы хоть и детектив, но, по-моему, попали пальцем в небо. Васька тут ни при чем. Это я вечером узел завязывал. Скорее всего, что слабый узел сделал. А тут течение. Да не, ребята все заранее спланировали. И Денис в деревне остался не из-за матери. А чтоб Геннадия уговаривала, чтобы он лодку свою не требовал назад. Да зачем это ему? Какой смысл? Да они не хотели, чтобы вы женились. Ну что, Вась, может, расскажешь? Ну, расскажу. Это все Дениска придумал, не я. Дядя Слава женится, хана нам. Уедет со своей женой в город жить. Кто нас кормить будет? Ну что будет-то, Вась? Чего-чего? Мамка скоро совсем сопьется. И одна нам будет дорога в детдом. Ха, я в детдом не хочу. Может, сделать так, чтобы дядя Слава остался? Как ты это сделаешь? Помнишь? Та четко, ну его невеста, сказала то, что один ее жених со свадьбы сбежал. Надо сделать так, чтобы дядя Слава тоже не пришел. Тогда она обидится и не будет с ними жениться. А как ты его на свадьбу не пустишь? Запрет что ли? Ща, дай подумать. Так вот вы что придумали. Но герои. Лодки нет. Ехать надо, если не хотите здесь ночевать. Дядя Слава, простите меня за лодку, пожалуйста. Да как я могу тебя простить? Вы же мне чуть жизнь сломали. Свадьба-то ведь завтра. Что только Оксана подумала. Дядя Слава, простите. Простите. Ладно, подумаю. Ой, Васька, и как это в твою дурную башку втемяшилось, что я вас с Дениской оставлю. Ой, я же должен был Ирине деньги взять. Вот беда-то. А я не советую вам влезать в долги, чтобы спасать любовника своей дочери. Он сам во всем виноват. Нечего было играть на бегах на чужие деньги. А Ирине надо просто обратиться в милицию. Любовник? Я не знал. Горский! Живой! Ты что-то крюченный. Да ради курить прихватил от Васька, меня лечил, там горячие камни на спину вклал. И прости меня, Оксана. Там такое приключение. Какое там, прости. Главное, ты живой. Живой. Я пошел. Куда пошел? Пойдем ужинать. И это, брата своего зови. Он, наверное, поди целый день по деревне голодный шастает. Я сейчас на стол цеплю. Ой. Давай, Васька, зови брата. Я Оксане ничего не скажу. И мы ничего не скажем. Какую крысу подкинули Оксане? Как ее из дома выживали? Крысу в мой дом? Ну. Смотри. Простите, дядя Слава. Простите. Смотри мне, Васька, никаких фокусов больше. И жену мою уважать даже, как меня. Понятно? Да. Ага. Иниска, выходи. Да что ж такое-то? Они все у ворот болтают. Я сколько разогревать-то буду? Марш за мной. Алексей Викторович. Федор. Вам что, особое приглашение? Марш все за мной ужинать? Ярослав Горский и Оксана поженились и живут в деревне. Они по-прежнему опекают Дениса и Ваську. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова